МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Бессмертный полк пройдет онлайн. В Чувашии объявили о старте всенародной акции. Вернулись из изоляции. Из обсерваторов санатория «Лесная сказка» выехали 32 человека. Летят утки. С 15 апреля запрещено охотиться на пернатую дичь. На вечер 20 апреля в Чувашии 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 пациентов выздоровели. Сегодня была зафиксирована еще одна смерть. Всего от коронавируса в республике умерли 2 человека. Из обсерваторов санатория «Лесная сказка» в выходные выехали 32 человека. Это все, кто напрямую или опосредованно контактировал с зараженными COVID-19. Они провели в обсерваторе 14-дневный карантин под медицинским наблюдением. За две недели у них трижды брали анализы на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными. Это была вторая группа, покинувшая обсерватор. Накануне оттуда уехали еще 27 человек. В настоящее время в обсерваторе никого нет. Там провели несколько этапов дезинфекции. Сегодня был завершающий дезинфекция постельного белья и помещений. И также сегодня режим обсерватора сняли с двух терапевтических корпусов Урмарской ЦРБ и стационара городского клинического центра в Чебоксарах. Пациенты и медперсонал отпущены домой на самоизоляцию. А вот в стационаре второй городской больницы карантин продолжается. Также по последним данным портала Чувашия без паники режим особых условий введен в цивильском СИЗО. Там коронавирус выявлен у одной из заключенных. Анализы были взяты в рамках планового лабораторного исследования. Отмечается, что симптомов у женщины нет. Сейчас изолированы все контактировавшие с ней. В СИЗО организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Контроль за соблюдением ограничительных мер в регионе ужесточается. До особого распоряжения временно исполняющего обязанности главы региона вводят новую систему пропусков для автотранспорта. Все нюансы обсудили сегодня члены правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пока ситуация развивается стремительно и непредсказуемо, необходимо придерживаться режима самоизоляции. Одна из действующих в регионе мера – ограничение межмуниципальных автобусных рейсов. Указ главы республики был подписан 3 апреля, но соблюдают его не все. За последние дни увеличилось количество нелегальных перевозчиков. Контроль ужесточается. Со вторника будут введены электронные пропуска. 21 апреля, то есть с завтрашнего дня, у нас вводятся электронные пропуска для пассажирского автотранспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения. На сегодняшний день в базу заведено данные на 31 организацию, имеющих право осуществлять перевозки пассажиров и багажа по пригородным сообщениям. Получить документ возможно на сайте пропускап.ру. Процедура максимально упрощена и в то же время защищена. Легитимность перевозок будут проверять сотрудники ГИБДД по специальным QR-кодам. Поручение в Рио главы региона наладить эффективно работающую систему. Сегодня согласоваться с коллегами из МВД, ГИБДД и Росгвардии процесс контроля, ну и конечно же принятие решения об необходимых мероприятиях, если будут случаи нарушения. По умолчанию пропуск формируется сроком на сегодняшний день до 30 апреля 2020 года. О решении заявитель оповещается по электронной почве. В случае положительного решения высылается пароль доступа к системе. В случае, если пропуск не подтверждается, то соответственно сотрудник ГИБДД имеет право составить акт об административном нарушении на правительстве Минтранса. В минувшие выходные правительство страны пересмотрело список отраслей пострадавших от коронавируса. В перечень добавлены магазины, торгующие одеждой, обувью, автомобилями, а также зоопарки и музеи. В кабинете министров региона не исключают возможности дать добро на открытие парикмахерских. Олег Николаев отметил, что готов подписать распоряжение, только если бизнесмены будут соблюдать санитарные требования. На решение вопроса в Рио главы региона отвел три дня. Чтобы эти предприятия четко фиксировали своих клиентов, чтобы администрации муниципалитетов в ежедневном режиме получали информацию, как работают эти организации. То есть речь о чем идет. Если мы, я выше обозначал, что мы имеем серьезную рисковую ситуацию неконтролируемого распространения новой инфекции, если мы с вами будем видеть, что ситуация контролируемая, тем более за два дня еще мы увидим саму динамику, мы тогда соответствующее решение сформулируем. От коронавируса страдает не только малый бизнес, но и крупные предприятия. При закрытых границах задерживаются поставки комплектующих из-за рубежа. Также отмечено снижение индекса производства текстильных изделий, связанное с дефицитом, в первую очередь, сырья, которые в основном импортируются, ну и в связи с ослаблением рубля подорожала стоимость порядка на 20%. Прогнозируется снижение заказов во многих отраслях промышленности. По итогам 2020 года отгрузка будет на уровне 275 миллиардов рублей. Прогнозируется и снижение доходов в республиканском бюджете. По мерам, то что напрямую связано со срочкой по налоговым платежам, по тем отраслям, которые были первоначально приняты, 665 миллионов ожидаемое снижение. Но с учетом того, что в том числе в субботу было принято дополнительное решение по расширению, мы совместно с Федеральной налоговой службой оценим этот объем. Для поддержки регионов в Федеральном центре уже принято решение о переносе выплат бюджетных кредитов. Средства должны быть направлены на реализацию антикризисной стратегии. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вильев и Андрей Шоклев, Республика. По поручению в Рио главы Чуваши Олега Николаева вводится и новая мера поддержки семей с детьми. Проектом предусматривается увеличение размера республиканского материнского капитала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Отметим, что размер материнского республиканского капитала не менялся с 2012 года. Получать республиканский материнский капитал в увеличенном размере смогут семьи, которые ранее его не использовали, а именно не распорядились им до 1 января текущего года. Кроме того, у семей, имеющих право на республиканский материнский капитал, теперь будет возможность получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Проектом закона устанавливается возможность получения единовременной выплаты непосредственно после рождения ребенка. Кроме того, продлевается действие республиканского материнского капитала до 31 декабря 2026 года. В нашей республике работает волонтерский центр. Он объединяет людей и организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями из-за COVID-19. Масло, макароны, консервы – товары первой необходимости раздают нуждающимся людям, находящимся на самоизоляции, малоимущим и многодетным семьям и гражданам старше 65 лет. Именно они в сложившейся ситуации больше всех подвержены риску. Им опасно выходить из дома даже до магазина. На помощь приходят волонтеры и просто неравнодушные люди. В Красночитайском районе собралась такая группа. Добровольцы на свои средства закупили и развезли по домам продуктовые наборы. Такую практику они собираются продолжить. Тем более, что многие жители Красночитайского района высказали желание присоединиться к их акциям. Правительство Чувашии намерено расширить антикризисную программу помощи бизнесу и жителям республики. Новый пакет мер сейчас в разработке. Сегодня Кабинет министров обсудил часть из них. Государство готово подставить плечо в первую очередь тем предприятиям, которые смогут сохранить занятость и доходы своих сотрудников. Это, по мнению правительства, наиболее справедливая формула. Если вдруг кто-то остается за бортом этой поддержки, но говорит о том, что «а вот у меня там 50 человек работает», ну коллеги, ну покажите, система выдает у вас два человека, значит что-то не так. 50 человек работало, но два были оформлены официально, остальные неофициально, значит предприятие будет получать ровно на два человека соответствующую поддержку. Отраслям, которые сильнее других страдают от кризиса, правительство республики дает отсрочку по налогам. Максимально возможный срок до конца 2021 года. Предлагаются две основные меры поддержки для пострадавших отраслей. Для налогоплательщиков предлагается установить в 2020 году ставки на минимальном уровне, который сегодня позволяется налоговым кодексом. В частности, для организации индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогобложения является доходы, уменьшенные на величину расходов 5%, и для организации индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогобложения является доходы, 1%. Это достаточно важная антикризисная мера, которая позволит снизить негативные последствия для субъектов малого предпринимательства. В качестве дополнительной меры поддержки Олег Николаев предложил распространить отсрочку по выплате страховых взносов на компании малого и среднего бизнеса. Кроме того, предприниматели и арендаторов, которые наиболее остро пострадали от кризиса, освободят от уплаты арендной платы. Сроки этих каникул 3 месяца, с апреля по июнь 2020 года. От срочки до конца года будут и по земельному, и транспортному налогам. Меры поддержки более долгого характера, меры поддержки инвестиционного процесса в Чувашской республике, и мы уже закладываем форму поддержки тех предприятий, которые будут думать о будущем, о завтрашнем, о послезавтрашнем, и будут реализовывать инвестиционные проекты. И если мы будем их совместно планировать, и будем прогнозировать эти вещи, то соответствующие льготы, они возможны, и мы их уже закладываем на сегодняшний день. Более 8 миллионов рублей из бюджета республики распределят между муниципалитетами. Эти деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты и проведение санитарных мер. Их можно будет направить и на возмещение уже произведенных расходов в этой сфере. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика. Отсрочка платежей, переход на удаленку. Режим повышенной готовности вносит коррективы в работу банков. Само совещание с руководителями кредитных организаций тоже прошло в дистанционном режиме. Финансовый пульс сейчас на особом контроле министерства. Меры поддержки направлены и на заемщиков, испытывающих сложности с платежами и на кредитование. У большинства банков уже есть программа реструктуризации. Предлагается перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными. Чаще всего у нас приниматели звонят и спрашивают, когда они можно будет открыться, либо же какая компенсация будет им, либо же по поводу отсрочек по аренде государственного, муниципального имущества. Но тем не менее, обращения, пусть и редкие, но тоже есть. Сегодня совместная большая задача как федерального правительства, наша задача, так и банков, чтобы вот эти меры поддержки как можно быстрее были доведены, и чтобы все, кто по закону и в соответствии с принятыми документами имеют на них право, эти меры поддержки смогли воспользоваться. Вот это, на мой взгляд, задача номер один. 10 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах для банковских заемщиков. Впрочем, льготу дадут не всем, а тем, кто финансово пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Например, потерял работу или лишился части заработка. Во время кредитных каникул платежи полностью будут заморожены. Кредитные организации начислять штрафы или взыскивать досрочные погашения не могут. Все платежные апрельские, они перенесены именно 6 мая. То есть, если не он хочет платить, то он может идти платежи платить, вот это я имею в виду, именно по малому бизнесу. Кроме того, увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому заемщик сможет обратиться к банку с требованием предоставить ему льготные каникулы. Для регионов 2 миллиона рублей вместо полутора. Еще один блок решений связан с обеспечением доступности и непрерывности предоставления финансовых услуг. В Центробанке создан антикризисный штаб. Часть офисных сотрудников переходит на удаленный режим работы. Аналогичные меры предпринимаются и в других банках. Внедрение таких мер предосторожности продиктовано необходимостью защиты как самих сотрудников, так и клиентов банка. Сейчас банки предпринимают все меры, чтобы необходимые услуги для граждан стали доступны без лишних выходов из дома. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Пандемия коронавируса не мешает мошенникам вводить граждан в заблуждение и похищать денежные средства. К полицейским практически ежедневно обращаются пострадавшие телефонных аферистов, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений. Среди них оказалась и 55-летняя жительница «АллатРа», у которой с банковской карты списали деньги. Подробности в материале пресс-службы МВД. Этот специалист мне позвонил и подтвердил, что действительно по моим картам совершаются операции подозрительные. Но чтобы остановить эти операции, мне необходимо сказать ему номера моих карт и три цифры на оборотной стороне карты. Не заподозрив обмана, женщина выполнила все инструкции неизвестного. По словам потерпевшей, злоумышленники делали все, чтобы она им поверила. Приводили разговор от одного к другому, обещали защитить от незаконных списаний. На деле же оказалось все наоборот. Разговор с аферистами женщине обошелся в 45 тысяч рублей. Такую сумму списали с банковской карты. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону ваши данные. Такие как полный номер вашей карты, трехзначный код на обороте карты и иные персональные данные. Сотрудники банков не переводят деньги на так называемые защищенные счета и никогда не просят вас сообщить им пароли, которые приходят вам в СМС. Будьте внимательны и не дайте мошенникам себя обмануть. Охотничий сезон этой весной вовремя не откроется. С 15 апреля запрещено охотиться на птиц. О том, какие потери понесут охотничьи угодья и сами охотники говорили сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. К сезону охотники готовятся заранее. Разрешение на охоту в общедоступных охотничьих угодьях в весенний период в этом году получили 229 охотников. Все они внесли обязательную госпошлину в 650 рублей. Кто бы мог подумать, что коронавирус вмешается и в охотничьи планы. Со своей стороны хочу сказать, что с федерального Минприроды в наш адрес пришло письмо. Там эту проблему также понимают. По охотопользователям в наш адрес пришел запрос с тем, чтобы рассчитать финансовые потери от закрытия сезона. Сроки и порядок возврата уплаченной госпошлины будут решаться на федеральном уровне. В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в республике также приостановлено оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии побывали участники комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Дня Победы. Военнослужащих поприветствовал в Рио главы республики. Предполагалось, что на протяжении маршрута военнослужащие Восточного военного округа будут проводить различные патриотические мероприятия. Однако ситуация с коронавирусом в стране заставила от этих планов отказаться. Но сама идея перехода не изменилась. Мы как раз и должны расширять вот эту информацию о людях, о подвигах, о значимых событиях. И, конечно же, когда вы вот прибываете в регион, это же как раз лишний повод для того, чтобы сконцентрировать все эти события вокруг вот этого действия. Поэтому вам спасибо за то, что вы делаете такие сквозные мероприятия, объединяете регионы. Военнослужащие Восточного военного округа выдвинулись из Хабаровска в конце января. Сейчас за их спиной уже 8 тысяч километров. Цель комбинированного перехода – доставить на Красную площадь копию Знамени Победы. У нас комбинированный переход. Где-то мы и шли на лыжах, где-то пешком, где-то на снегоходах, на снегоходах в Сепке. Сейчас уже снега, конечно, нету. Сейчас идем пешим маршем, велосипеды, квадроциклы. Прошли уже практически 8 тысяч. Осталось два больших города, и мы в Москве. В Чувашии у них переподготовка, смена экипажа и дальше в путь. Дойти до Москвы участники перехода планируют 7 мая. Юлия Важенина, Бахсияр Велиев, Республика. Бессмертный полк этого года будет не похож на другие. Воспоминания о поколении победителей соберут воедино в социальных сетях. В Чувашии объявили о старте всенародной акции. В эти дни нам приходится пересматривать свои планы. Вот и юбилейный парад Победы перенесен. В условиях пандемии любое массовое мероприятие – угроза здоровью. Для шествия бессмертного полка свои просторы открывает интернет. Поделиться воспоминаниями о тех, кто воевал за мирное небо над головой, можно в социальных сетях. Так, под хэштегами «Вместе гордимся» и «Парле Мухтанатпар» в Рио главы региона опубликовал рассказ о своем дедушке Федоре Максимовиче Григорьеве. «Боевое крещение и первое ранение он получил под Смоленском. После госпиталя он вернулся в строй и сражался под Москвой. При обороне Москвы он был повторно тяжело ранен. После чего по состоянию здоровья был комиссован. Григорьев Федор Максимович награжден двумя медалями – за отвагу и за боевые заслуги». Жители республики уже последовали примеру Олега Николаева. Вот юная Вероника посвящает героям войны стихи. «Победа пришла в 45-м году, вечернее небо победы салют, солдаты России наш сон берегут. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну». И вот еще одно проникновенное видео от почетного гражданина Чебоксары Ивана Долгушина о своем отце. «Я горжусь своим отцом, Долгушином Иванов Фроловичем, который принял свой первый бой в сентябре 41-го года, который в декабре 42-го года награжден медалью за оборону Ленинграда, который 900 дней вместе с жителями Ленинграда пережил блокаду, защищая город. Из солдатских треугольников отца я, пятилетний мальчишка, навсегда запомнил о дороге жизни через Ладогу». Шествие бессмертного полка по социальным сетям обещает стать масштабным. Всего за сутки под хэштегами акции опубликовано порядка ста видеороликов. «Сам бессмертный полк, он приобрел очень мощное, популярное движение в нашей стране, и не только в нашей стране, по всему миру. Но при этом ведь его значение и важность заключается в том, чтобы мы помнили, помнили о тех героях, помнили об их подвигах. Я думаю, что будет не менее интересное шествие, ну пусть даже дистанционное и достаточно интересное. То есть получается своеобразный такой вот парад». Так отметил Олег Николаев. Соберется богатый видеоархив. Это страницы истории, которые жители региона пишут вместе. ПРЛЕ. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Интернет-журнал, школьное телевидение и учебный портал для дистанционного обучения на чувашском языке. Все это в помощь коллегам создал Владимир Андреев, директор Михайловской общеобразовательной школы в Цивильском районе. О трудностях в преподавании чувашского языка Владимир Андреев знает не понаслышке. По первому образованию он учитель чувашского языка и литературы. И с отсутствием наглядного материала в свободном доступе столкнулся уже давно. Когда у нас ничего нет для чувашского языка и литературы, ничего нет. В буквальном смысле в интернете все разбросано. Трудно найти что-то необходимое для данного конкретного урока. Верению порталя – результат многолетней кропотливой работы. Более пяти лет Владимир Юрьевич собирал и систематизировал материал, который ему присылали учителя чувашского языка и литературы из разных уголков республики. Сегодня в условиях пандемии они встречаются онлайн, обсуждают проблемы и делятся опытом. Из-за перехода на дистанционную форму обучения запустить портал в работу пришлось досрочно. Сейчас мы чувашский язык и литературу пятый-девятый класс ведем. Полный такой комплект. Там и теоретическая часть есть, там есть видеоматериалы, там есть презентации, электронные упражнения, электронные контрольные проверочные работы. Вот все это полностью мы комплектуем и выставляем. Чтобы учителя могли на урок прийти, взять, что необходимо, провести уроки, то онлайн, то оффлайн, то как работает данный момент. В ближайших планах у создателя портала заполнить раздел «Культура и история» для учеников пятых-девятых классов сельских школ. В дальнейшем на портале появятся специальные разделы и для городских учеников. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика. На нашем телеканале продолжается рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем занимаются жители нашей республики во время вынужденных выходных. Участником может стать каждый из вас. Присылайте свое видео на почту ntrk21.ru и расскажите, чем вы занимаетесь дома. А сегодня гость нашей рубрики – мама троих сыновей Наталья Королева. Всем здравствуйте! Меня зовут Наталья, и мы находимся на самоизоляции. А это мои сыночки – Саша, Миша и Леша. Вот так мы и учимся всей семьей, все вместе во втором классе. Вместе с Сашей. Вначале задание делает Саша, потом я проверяю. Я и учитель, и воспитатель. Я работаю инструктором по йоге. А поскольку сейчас все фитнес-центры не работают, то я занимаюсь со своими учениками онлайн. Война войной, а обед по расписанию. Готовить сейчас приходится даже больше, чем обычно, потому что все дома. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь дома. Я с вами прощаюсь. До завтра.